Добрый вечер или добрый день или доброе утро. Не важно, какое сейчас время, а там, где вы находитесь, важно, чтобы оно было добрым. С вами Михаил Маргулис и программа «Духовная дипломатия». Вы знаете, обычно я представляю нашего гостя, и когда я делаю это, я называю с таким пафосом, там, должности, заслуги. А сегодня рассказывать о нашем госте не надо, надо просто назвать его имя и фамилию. А вот кто он точно, мне трудно сказать. Ну, думаю, можно попытаться сказать, таким словом назвать, универсал. Он, если можно так сказать, часть временной стихии. Не просто человек, а воплощение огромного времени в одном человеке. Когда вспоминают историческое время, то вспоминают и людей, живших в нем. А часто, вспоминая о людей, вспоминают время, в котором они жили. Думаю, что и сейчас, и в будущем, когда будут вспоминать СССР и Россию, интеллигенты будут говорить, это было время Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Акуджавы, время Сахарова, Солженицына, Ростроповича. Эти имена уже принадлежат не только России, а принадлежат всему миру. Это уже граждане мира. Ну, не буду больше говорить так пророчески, цветисто и высокопарно, а просто скажу, сегодня у нас в гостях Евгений Евтушенко. Здравствуйте, добрый день, так рады вас видеть. Не будем терять такое драгоценное время. Я хотел бы задать вам вопросы. Значит, первый. Литература. Будем говорить о литературе, может быть. Это часть жизни или надстройка над жизнью? Или огромный зал в Доме мировой культуры? Или выдумка Бога? Или изобретение людей от безысходности жизни? Вот что такое для вас литература? Все эти определения подходят к литературе. Все причислены вами. Но литература – это, с моей точки зрения, вот у нее несколько есть ступеней. Я вам скажу, что я считаю высшей ступенью литературы. Во-первых, литература, прежде всего, это исповедь самого автора. Каждая жизнь драгоценна. И, конечно, и поэзия, конечно, уж поэзия-то совершенно невозможна без автопортрета, духовного автопортрета поэта. Вот. И проза, просто в ней труднее, это как в детской картинке, знаете, когда, скажем, лес, спутанные ветви. Но если вы углядываете, вы там ищете какие-то очертания человека. Вы можете найти очертания прозаика, автора, что он думает. Он может просто разные стороны своей души распределить по разным героям. И поэтому, если вы спросите, кто такой Достоевский, а вы знаете, кто он такой? Сам Достоевский был, вся галерея героев Достоевский. Даже где-то, вот представьте, вот такие вроде бы противоположности в нем сочетались, как и Алеша Карамазова, а где-то и Спердяков, может быть, проступал. И Митя. Да, и разные, так сказать, люди. И Настасья Филиппина в нем была, и Рогожинство в нем было. Это все он был, да? Это все он, конечно, просто террасы был. То есть это первое, значит, но второе качество, то есть все равно так или иначе литература – это исповедь. Но большинство людей, к сожалению, и каждый человек может написать о себе замечательную книгу. Ведь это же нельзя описывать каждые 24 часа своей жизни, так сказать. Это будет скучно. А вот так сделать, чтобы найти, выбрать избирательно какие-то моменты, которые важны были бы для других, которые были бы метафоры, в какой-то степени притчевые метафоры для других. Как себя вести в подобных ситуациях, как себя не вести, что-то. И, в конце концов, вторая высшая ступень – это когда вы становитесь писателем тех, кто сам не пишет, а таких-то людей большинство. Вы знаете, очень часто я встречался, вот скажем, с ветеранами, воин, революции, люди, у которых такая интересная жизнь, они не могут это выразить словами, понимаете? Вот весь свой опыт. Не могут. Вот. И поэтому мы должны им помочь высказаться. Мы – это инструменты всего человечества тоже. Исповедальные инструменты. Вот когда литература становится уже исповедью не только и вашей же, но одновременно и очень многих других людей, которые никогда не исповедовать, вот это самое. То есть литература – это, если говорить так, в общем, исповедь настоящая? Безусловно. Но исповедь не только ваша. А тех, кто вас… А и тех, кто… Первая ступень – обязательно, обязательно. Это самая исповедь. А следующая уже более высшая, когда называется исповедь всего времени и так далее. Вот, вы знаете, вот я, например, занимался фотографией. Я не снимал знаменитых людей. Потому что я снимал, старался, ну, марчеллом остроянии однажды я снял, как он просто, когда он снимался на съемках фильма «Феллини», он просто как мальчик заснул. Заснул. Вот я его снял в этот момент. И вы знаете, потому что знаменитые люди – это не самые интересные люди. Меня интересуют те люди, которых, может быть, фотографировали только на паспортных карточках, понимаем, анкетах. И вот это должен делать писатель, понимаете? Величие, кстати, и русская литература, вообще всей литературы. Это я как, я как, сейчас смерть Ивана Ильича. Люди, человек в футляре, тех, кто никто не знал. И вот это их, в них разобраться. Они – это самые, так называемые, простые, неизвестные, незнаменитые люди. Их как раз труднее написать. Да. Вот я вам как-то говорил, может быть, недословно, что я вижу в ваших строчках высокую пробу доброты во всем, что вы писали. Огромную доброту, если можно попроще сказать. Как будто вы всегда сражаетесь за победу доброты в этой жизни. А вот вы кто в литературе? Ну, такой вопрос несколько грубоватый. Я, вернее, имею в виду, если вот смотрите на себя, вы сами, со стороны, кем вы видите себя? Вы знаете, вот есть люди некоторые, которые любят мои стихи гражданские, ошибочно иногда называя их политическими. Потому что я никогда не писал, собственно, политических стихов. Даже «Бабий Яр», предположим, самое знаменитое мое стихотворение, оно, это стихотворение гражданское, человеческое, гуманистическое, так сказать, оно не имеет этого выше политики. Потому что это просто, это, вот, например, антисемиты, когда они прочли эти стихи, то они обрушились на меня, и были такие даже стихи одного поэта. В общем, он так... Ну, Маркова. Ну, бог с ним, да. Но он написал какой-то настоящий русский, когда забыл про свой народ, душа как брючки стала узкой, пустой, как лестничный пролет. Потому что дело не... И многие меня обвиняли в том, что я... Это меня-то, который написал столько о русских жертвах войны, понимаете? Хотят ли русские войны? Это другие... Там на массу. Мало... Я массу стихов написал о войне, увиденной глазами детей. И в этом обвинять было никак невозможно. Но просто это... Мне было жалко этих людей. Знаете почему? Потому что они не понимают, что человек может чувствовать боль другого народа. А вы знаете, что я хочу вам сказать? А я не верю, что какие-нибудь расисты и вообще, или антисемиты, или вообще любые люди расистского, шовинистского характера, что они являются настоящими патриотами своих стран. Знаете почему? Потому что если человек способен оскорбить чью-то другую мать, это означает, что он и свои по-настоящему не любит. Понимаете? Ну да, потому что настоящие патриоты не кричат много. И потому что вообще это категории женщин, которых, так сказать, я воспеваю всегда в своих стихах, ее величие этой категории человечества, которых мы, мужчины, должны очень новому учиться. Вы знаете, что? И она всемирна, она наднациональна. Я вспомнил сегодня, как я видел, как в 44-м году вели по Садовому кольцу в Москве, я как раз приехал только что из Сибири, вели немцев пледно. Сначала шли генералы, такие, знаете, с моноклими, надменные, потом пошли солдатики, там стоял кордон, боялись, что разорвут на клочки немцев. И вдруг, прорвав, прорвали этот кордон милиции, прорвали женщины русские, рабочие женщины, в керзовках, в спецодеждах, в спецовках, многие были. И что же произошло? Они не плевались, не кричали, не обзывали. Они доставали трясущимися руками, они увидели в этих солдатиках несчастных немецких, мобилизованных, ни в чем не виноватых, так сказать, людей вытаскивали, какие-то свои пайки последние, ломали их тут, или просто отдавали, что было там, яблоко, конфетка, что-то было, и плакали. Увидели своих солдат. Совершенно верно. Вот оно, что есть. Сопереживание. Совершенно вот, это сердобольность, великое русское слово. А вот это, между прочим, сопереживание, вот как бы там не говорили о христианстве, в какие бы ризы красивые не одевались, если нет, сопереживание чужой боли, это мое, как бы, мнение, но оно исходит из Библии, если я не могу сопереживать чужой боли, это уже антихристианство, это уже безразличное христианство. Вы совершенно правы. Поэтому вот то, что вы сказали, вы смотрите, мой вопрос был задан, как тем вы себя видите со стороны, вы ушли на сопереживание, на эти христианские мотивы, видимо, интуитивно понимая, что вот вы себя видите со стороны как поэт и как гражданин, как человек, умеющим сопереживать чужой. Я писатель, как я написал свою историю, я писатель всех тех, кто не пишет. Когда-то, такой вопрос, вы уже частично ответили, когда-то, ну, я так называю, может быть, немножко некрасиво, литературные лилипуты, вот, нападали на вас, я помню, и вот вы человек, который как бы привык и к великим почестям, и к обидам, и ко всему. И вот что вы чувствовали вот в тот момент, когда вот такие происходили, вот вы вспоминали по поводу Абаби-Ваяра, вспоминали там тех людей, которые писали, но я вспоминаю также стихи, которые люди, и Маршак, я помню, который всегда был очень осторожный, вступился вот за вас, и много людей. Что вы чувствовали, Евгений Александрович, когда вот вот такое происходило, нападение без причин? Вы знаете, я никогда не обижался на бездарных, завистливых людей, потому что, ну, есть, вы знаете, есть недоровитые люди, но не злобные, наоборот, они вот сами не обладают талантом, но не обожают, а поклоняются перед искусством, перед чужим мужеством, такие люди есть, совершенно решенные зависти, их много, в любой стране, но существует и другая категория людей, людей закомплексованных, которые считают, что если им что-то не додано, то у них кто-то этот что-то отобрал, понимаете, и вот такие люди, то есть фашизм начинается с этого, он начинается с животной зависти, с зависти, вот вы, с животной зависти, да, и, и вот тут как раз я, как вам сказать, это меня не трогает, это нормально, когда такие люди, бывает, которые, к сожалению, исправят уже, извини, будут люди, которые исправят уже очень трудно, иногда можно в чем-то, так сказать, убедить, но и стараться надо это сделать, а вот меня больше всего, меня, честно говоря, вот самое, таким, то, что у меня остаются еще многие несколько ран в душе, когда очень талантливые люди, талантливые люди по-настоящему, когда они оскорбляли меня, придумывали всякие, так сказать, истории обо мне, которые совершенно не соответствуют действительности, и иногда эти люди были те, кого я спасал и выручал, и поверьте мне, когда я тоже даже спасал из тюрьмы, мест заключения, так сказать, и так далее, мои коллеги, они мне этого не могли простить, это люди, которые не умеют быть благодарными, и они себя ощущают, и мне кажется, что для настоящего человека ощущение постоянной благодарности, если ему кто-то помог, и так далее, это нормальное ощущение, это мерило человечности, но есть люди, которых это уник, они считают унижением необходимость быть кому-то. Это зависть на доброту, это тоже как бы предопределено творцом, зависть на доброту. Но это их очень, знаете, даже талантливых людей, талантливых это делает их меньше, меньше, как творческих. Мы же говорили с вами, что когда зло присутствует в литературе или в любой области жизни, оно уменьшает человека, делает его... И уходит, но это слишком много времени на зло. А вот вы сказали, что когда талантливые для вас это самое обидное, а вот для меня когда свои предают, когда от чужого от врага боль, ну удар получить, ну нормально, то он и враг, а вот когда от своего, вот как Иисус от Иуды, ну он там знал, что он сделал, но получить это самое больное, потому что самая большая боль от своей. Ну еще бы, знаете, у меня был такой вот случай, когда я был некоторое время был председателем союза писателей. Вот, мне предложили быть сразу председателем союза писателей, так сказать, без всяких сроков. Ну до следующего перевыбора я отказался, сказал, что я писатель, и давайте будем нас четыре председателя, мы разделим и так далее. И тогда Маше, моей жене, было 22 года всего, я сказал, вот чтобы меня никто не обвинял в том, что я ради власти там иду, мне не нужна будет машина, я сам вожу машину, у меня есть своя машина, и не нужно мне никакой зарплаты, четыре месяца я буду. Вот и позавидовали вам на это, на эти слова. И Маша сказала, что ты сделал? Столько врагов создался. Она сообразила, девчонка, она сообразила, что я сразу создал себе. И после этого, когда 17 человек, когда я уехал в Америку, когда меня пригласили, отслужив свои четыре месяца, и я, что же там случилось, какая ситуация? Вот ситуация была удивительная. Я был одним из создателей вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым мемориалом, первой антисталинской организации общественной, антисталинистской. Вот. И Андрей Дмитриевич умер. Адамович, другой сопредседатель был болен, Афанасьев был. В это время нам вручили, должны были вручать кому-то из председателей. У меня сопредседателей премию во Франции. Мемориалу, не мне лично. Да. Я находился в это время председателем. Я выписал себе билет, слетал туда на два дня, отдал это, поставили в Союзе писать, не брал и так далее. И после этого меня, мои братья, демократы, они меня обвинили в использовании служебных полномочий. Вы понимаете или нет? Вот же кто-то, и 17 человек, демократов и братьев моих подписали это письмо. Ну, понятно, зависть, это тест на зависть, тест на человечность. Я вот... Больше я людей по партийному признаку никогда не рассматриваю. Так вообще, вы знаете, вот вы сейчас сказали, демократы там, а для меня, скажу откровенно, хоть меня сейчас начнут ругать, что если человек коммунист, даже в этой ситуации, и он ведет себя прилично, я с ним буду иметь дело. А если он называет себя демократом по-российски, он ведет себя погано, неприлично, я не хочу с ним иметь дело. Так же, как и в религии. Если он называет себя христианин, а ведет себя неприлично, он для меня не является христианин. А если он называет там, как вот Сахаров, назвал себя я атеист, но ведет себя согласно христианским постулатам, живет вот так по-христиански, я буду со всеми иметь дело. Понимаете, не важно, как мы называемся, а важно, как мы себя ведем. Я в проповеди говорю, самая лучшая наша проповедь, это наша жизнь. Я полностью подписываюсь под каждым вашим словом, все, что еще. Спасибо, Женечка. Много лет тому назад, в Москве, я уже не помню, сколько лет тому назад, вы сказали мне, я сказал, что вот, Евгений Александрович, вас в России, вы мне там что-то сказали, вы там, что-то такое, сейчас немножко стали там как-то известны, а я говорю, Евгений Александрович, это вы мне говорите, что я, вы, которого каждая собака в России знает, все знают, люди, и вам понравилось, и вы мне говорите, что вот за то, что вы мне так хорошо сказали, я вам дам дельный совет, пусть вас побольше ругают, тогда вам будут, вами будут больше интересоваться, вы сказали мне, а ругань способствует популярности. Соглашаетесь ли вы с этим сегодня, сейчас? Ну, в общем, да, это, конечно, я сказал вам шутливо, и все равно, конечно, тут нужно, как бы вам сказать, нужно все-таки разделять одну вещь, просто ругань, скажем, от клеветы, потому что она, конечно, может очень... Как отделить, когда ругают, тогда и придумывают. Да, это все-таки серьезно может ранить человека. Да. Скажите, вот, Евгений Александрович, я... сейчас подумалось мне вот эти знаменитые слова, что поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан, и я вот подумал, что вот вы и поэтом были, и гражданином, вот, всю жизнь, и вот когда-то, вот мы вчера там Иру Ратушинскую вспоминали, когда... Да и много-много чего вы делали, и вы были как вот, ну, я, пусть простят мне такое высокопарное слово, как великий гражданин своей страны. Великие граждане это те, которые могут говорить правду, какие-то ответственные для страны периоды. И вот я вот подумал об этом. А вот вы себя разделяли как-то, как вот вы же человек универсальный. Никогда. Но потом, вы понимаете, что я никогда не ставился перед собой каких-то вопросов политической карьеры. Никогда в жизни. И я всегда был человеком надпартийным. Я не... Потому что вот как вы сейчас сказали, вы знаете, поэтому вот с вами вполне, так сказать, согласен. Мне кажется, что поэт должен быть сочетать себе... Ну вот... Почему, вот скажем, так интерпретируют, неправильно интерпретируют поэму «12 блока»? Неправильно. Очень многие. Что делали? Как ее интерпретировать? Он отразил реальность. 12 это... И он нашел потрясающую форму частушечную для этого, чтобы написать трагедию народа. Написал ее частушкой, что было невероятно для блока, который писал такими классическими стихами всю жизнь. Это совершенно было... он переродился как... Его представить, что это блока, было невозможно, так сказать, даже сначала. Это не укладывалось в голову. Потом его обвинили сразу же. Он... Но он что сделал? Он за... Как вот звукозаписывающий аппарат, он записал крики улицы. Пальнюнка пули в Святую Русь там и так далее там Тазакую Толстозадую. Но это не было. Мы на горе всем буржуем мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови Господи благослови. То есть он записывает то, что происходит на улице. И ему начали приписывать голоса улицы. Понимаете? То есть его сразу ну те, кто стоял на позициях монархии его значит он продался большевикам немедленно ему не подавали руки Зинаида Гиппиусу не поддавала руки и так далее хотя была она очень так сказать умной женщиной она просто не поняла это желая была с другой стороны а красным решили взять на вооружение его поэму и мешал Иисус Христос в конце и тогда они придумали новый вариант конца в белых агитационных поездах читали в белом венчике из рост впереди идет матрос вы представляете как они не поняли его а дело все в том что он у него Христос был знаете как бы вот священник который попал в тюрьму и священник идет сопровождает даже преступников до самой смерти не оставляет людей но в этом есть огромный такой христианский мотив но согласитесь очень сложно иногда человеку после там девушка пела в церковном хоре услышать ну потому что она все равно сложная по своему восприятию а концовку стихотворения в белом венчике из роз впереди идет Христос это для многих вот вы сейчас объяснили это христианнейшая поэма христианнейшая нельзя оставлять людей даже в момент их заблуждения быть с ними все таки как Христос да а вот вы знаете сейчас нас слушают и смотрят миллионы людей вот вы может быть хотели бы сказать им что-нибудь ну на память ну что стихи наверное стихи пожелайте может быть вот как близкому человеку вот как будто их там не миллионы а близкий вот какой-то человек вот Маша сидит допустим любимая вами Маша и вы пожелайте только другим людям тоже да вы знаете я просто хочу чтобы люди понимали что нет неразрешимых проблем между нами людьми а решение этих проблем оно не надо его полагать ни на кого это решение даже на Господа Бога потому что Господь Бог в моем понимании он не он все-таки хочет чтобы его дети каковым мы являемся чтобы мы все-таки сами научились решать так как он бы хотел но без его подсказки и вот мы всегда я считаю что сейчас огромное количество проблем экономических политических доходящих до войн до расовой ненависти и так далее которые сейчас сейчас столько очагов войны даже сейчас люди вот то что происходит так сказать в Африке в африканских странах в арабских странах происходит люди восстают они знают чего они не хотят но они не оказываются вдруг неподготовленными к того что они будут сами делать потом если власть упадет к ним в руки в этом была и ошибка Горбачева которую я очень глубоко уважаю потому что он все-таки спас во многом человечество от ядерной войны и что все-таки пожелаете в конце пожелаю я всем чтобы человечество есть такое выражение человечество это семья если мы огромное количество людей сейчас убивают по статистике внутри собственных семей дети родители родители детей иногда даже младенцев родственники родственников спор за наследство и так далее и это же самое если мы мы должны ладить мир в наших семьях и мы должны ладить мир в нашей огромной семье понять что все мы люди разных рас разного цвета кожи разных политических все это политические чепуха мы должны не должны забывать что мы земляне все что мы одна семья и это вот аминь мы прощаемся с вами с вами была программа духовная дипломатия евгений александрович евтушенко и я михаил маргулис всего вам доброго до следующих встреч тут многие ведущие говорят берегите себя а я говорю вам берегите свою душу дипломатия